А у меня так дозвон делает, у меня не звонит уже несколько дней. Ну вот, раньше было как-то пополам, какой я виден, такой и вы, а сейчас и как, почему так стало? Так, не знаю. И дальше, тогда бы вверху, если маленький, я его за уголок мог растянуть, ну, сделать равнознатным, таким же как-то, а сейчас никак. А, ну это давно было, уже сейчас так. Да, правильно. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я не против. Так, ну вот, что хотели-то? Нужен я еще. Я хотел задать вопрос, который многих интересует. В принципе, вы неоднократно давали ответы на эти вопросы, но я еще раз задам, потому что потом мы выложим, и люди тоже еще это посмотрят. Как можно выразить более точно, вот, ответ на такой вопрос, человеку? Как узнать, рожден ли он свыше и водим ли духом святым? Ну, то есть, другими словами, избран он Богом или не избран? Ну, и человек может быть избран, но еще не рожден. Еще не наступило время, то есть, у него, видимо. Вот. Но как-то это можно узнать заранее? Или какие-то признаки этого есть? Совесть. На первом месте. Человек совестливый, он никогда не будет оправдывать то, что греховное. Вот признак какой. Почему? Потому что Иоанн Златоуст говорит, что совесть первичнее Евангелие. Когда Евангелия не было, то совесть то судит, то оправдывает. Он об этом пишет 11 глава Кремлинам, что, а вот на острове человек жил, никогда не... Ну, он делал правду, совесть его то судил, а то нет, а о Христе он не слышал. А когда услышал, вот когда я услышал, я обращаюсь к своему обращению, как Павел говорит, шел, упал там, так и здесь. Я себя смотрю, тот, который встал на молитву, мне никто ничего не говорил, книгу подали, они обедают. Я за стол не сел с ними, Еремея Михаила Анна. Они обедают, я в другой комнате, Новый Завет открыл, я везде все выискивал. Как узнать, что Господь хочет от нас, что Бог есть, я знаю, что нельзя грешить, я знаю, но то без Евангелия. Слово Евангелие я не слышал даже, Библия слышал, но не видел. У нас почему-то считалось, что самый глупый – это баран, а самая трудная – Библия. Когда-нибудь, понимаете, ну, как баран в Библии. Поговорка такая в народе была. Ну и вот здесь определенная, речь идет о рождении. Давайте рассматривать, кто пришел. Учитель. И у него настолько плотское было воображение, что когда Господь сказал о рождении свыше, а он уже родился теперь уже, пожилой, так что, опять в утробу матери залезть и родиться? Даже смешно делается. Ну, все, то ли он насмешку это сказал, то ли реально так он в это верил, или думал, что Господь может как-то сделать так, бессеменно защитному быть. А вот теперь однажды я на занятиях потеряю и говорю, следующее занятие будет такое. Заголовок запишите. Почему я такой вредный? Ну, вышли, а тут идет Игорь Глушков. А как я могу узнать, где вы бываете и как вредный? А почему ты решил обо мне? Мое все написано в книге «Для Слова Божьей нет ус». Я уже зафиксировал десятками печатей. Да как-то, ну ты вредный-то, почему не тот вредный? Почему я такой вредный? Ах, я. 15 лет ни слова нету. Все. А если бы он сразу-то стал думать, и семья сохранилась бы, все ребятишек, жена бросила, ушла, все развалилось. Почему? Вины нету, рождения нету, излишне удоба. Вот сейчас русских просятся, нужно написать бумагу, как он напишет. И вот дьявол там сильно мучает, а он прежде должен говорить, теперь опять то же самое можем взять. Даже седьмичный-седьмичный раз бывает. Но ни слова, ни вписанном виде нигде. Через него, к нему связь, я вам скажу, и Елене Владыщук. То есть связь, скажу, у тебя будет. Он ко мне относится по-прежнему до времени. Сейчас его начали там маленьким пытать-то, он у меня понес туда же. Так вот, рождение, это значит, слово это надо понять. Рождение может идти неделю. Нету схватки. Могут быть схватить и отступить. Она может на пол срока только, и у нее там кровотечение пойдет. Но это не рождение. Это не нормальность. Итак, рождение – это нечто, которое происходит свыше от него. Я признаю только Бога, не от дьявола. И оно будет похоже на рождение. А в рождении что мы видим? Первое, что ребенок плачет. Понятно? Он родился из воды. И в воду придет, когда будет опять рождаться. Заметь, как. Вода отекли. Женщина, как. Человеку надо просто сказать. Нужно для этого три ступеньки пройти. Первое, что если ты умрешь сегодня, ты будешь гореть в воду, и притом всегда вечно. Без Бога. Ну почему я ничего такого не делаю? Я не делал, что другие делают. Я еще по всей день, вот 10 июня, мне будет 85 лет, я ни одного мата не сказал. Не было. А грешил, грешил. Но меня Господь спас, что мама рассказала. Я в пионерах не был, в комсомольцах не был, с женщинами не был. Все. Но Господь-то смотрит не на это главное. Было ли это рождение? Как ты понимаешь? Первая ступень – признать себя погибшим и окончательно в аду. Мы едем в селосные, там где-то были ямы далеко, далеко ехать, тракторные сани, тракторные такие огромные. Я лежу сзади, там надо доедем, набрать и обратно. Звезды. И скрипит все, зима. А я лежу и размышляю. Я умру. Меня никто не говорил, что я погибший. Я день и ночь знал, что я погибший. Я настолько погибший, что не должен смотреть на звезды. Я думаю, вот эти звезды, они далеко. Я не знал тогда, как далеко. Узнал со скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Обнаружены галактики на 4 миллиарда световых лет. Даже говорить нельзя. А сколько же там звезд за это? Ну, у всех такая молекула, да, там до нейтрона точно есть у Бога. И там конец будет, а у меня никогда не будет. У меня хотелось вот соскочить с этих саней, бежать, кричать, зачем я родился. Господи! Падать вот от снег, запинать и бежать, и неизвестно куда бежать. Это у меня тогда было. И вот эта первая ступень, она ведет меня все время в поиски. Безбожная литература атеистическая. Я беру, вырезаю, где там о Боге говорят. Но непонятно, что говорит там кто-то. И две цифры стоят. Ну, что за цифры? Я математику очень любил. Не знаю. Ну, глава стих, теперь я знаю. И вот они дали мне Новый Завет, сами ушли. И я начал читать, Авраам родился, а вот что за книга? Это мужик мужика разве может родить? Я по-другому это не понимаю, как Никодим. Вот дальше-то как началось, что Рождество Иисуса Христа было так. Я за карандаш скорее писать. Дальше писать нельзя. Как я найду конец? Я говорю, считать надо скорее. Все про Бога. А у меня, как будто бы я слышу голос какой. Считаю я, глазами считаю. Я в четыре библиотеки в городе был. Где бы ни был, я записываю еще новые книги о Боге. Поиск был. Я погибший. Я не пью. Я не смырнословлю. Выполняю на работу. Отлично. Учусь отлично. Я грешник и погибший, и окончательно погибший. Вот это первое, чего нету. Пришел, деньги заплатил, квиток, и пошел. Куда пошел? Туда же, где был. Такая полная погружение. Ну, был сухой грешник, теперь мы ухли только та разница. Второй пункт. Мне нужно увидеть, что грехи мои снимаются с меня. Расписка дается. Не отмечаешь. Ну, как же, когда возмездие за грех смерть? 6.23 кремлянам. Иисус возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Верующий в Сына Божий, иметь жизнь вечную. 3.36 евангелия Тиана. Ох! Да я же ничего этого не знал. И когда они зашли, ну как, спросили, как книга? Я говорю, книжка очень хорошая. Как? Это не книжка, это Евангелие. Ну, как так? Ах, какое желание? Желание одно – помолиться. Помолиться сейчас же, сейчас. Господу. И когда встали молиться, знаете, как со мной что было? Вот это обращение третье – воплотить в дело. Сказать, признаю себя, надеюсь на тебя. Все, вот это третий акт, совмещающий земное и небесное. Красный и синий цвет. И потом 20 глава 11 стих. Откровение. Великий белый престол, от лица которого бежали небо, синяя полоса и земля. Это мне Бог открыл. Я перед тысячами военных выступал. В воинские части заказывают меня, перевозят выступать. Самые большие кинозалы. Ну, в разных военных организациях, кадетах, где учатся. Я им всем говорю, вы герои настоящие. Но без знания Бога вы просто будете бандитами. Вот как 90-е, это там самые, которые в Афганистане были. Они стали руководить этими бандитскими разборками. И вот здесь, я и узнаю это из Слова Божие, 4.12. Деяния апостолов. Нет другого имя и по небу. Так есть мусульмане, хороший буддинский, согласен. Есть фильм «Сбежавший из ада». Он говорит, там много хороших. Никто не спасет. Верующий в Сына Божий иметь жизнь меньше. Не верующий в Сына Божий я. Не просто Иса или кто-то. Не иметь жизни. Но гнев Божий пребывает. Не просто гнев Божий. Вот отсюда надо исходить. А теперь избран я или не избран? Если я избран, во мне все перевернулось сразу. Первое, это я сделал крик. В этот же день на корабле все узнали, я стал говорить о Христе. Во мне огонь какой-то горит по сей день. В костях моих разлитые. О чем Иеремия говорит. Узнать очень просто. Довериться Слову Божию. А теперь мы читаем первое послание Иоанна. Третья глава, девятый стих. Хорошо запомните. Два стиха, на которой табу лежит. Недозволенное в православии. Они не говорят. Но никак огня боятся. А чем заменили? Грешен, супергрешен, архигрешен, бесконечный грешен. Но не меняется ничего. Как Амбросин здесь был Юрасов. Архимандрит. И говорит, у нас исповедь до утра идет. Я говорю, и как? Да не те же грехи. Я говорю, ты как хозяйка хорошая привезла куриного помета, взболтала ее. Она опять осела. На следующий год опять разболтываешь. Как? Написано, верующий, рожденный от Бога, не грешит. Первое Иоанна 3.9. Первое Иоанна 3.9. Не грешит. Тут все православные против. А 5.18 прямо говорит, рожденный от Бога, рожденный от Бога, не может грешить. Почему? У него все противно. А то я помаленьку умножаю, пачку курил, сейчас я уже на папиросу меньше. Не так. Нет. Все по-другому. Я другой. Тот, да, любил. Но плоть увязана с душой так крепко. Златоуз говорит, что наказывай тело, мы вращуем душу. Меня Бог наказал, я остался на улице. Но я знаю, я нахожусь в тепле у Бога. Он меня за пазухой держит. Узнать можно только через Слово Божие, через полное доверие этому. Сознанием того, что Бог мне сказал. Это легко. А как я избран? Люди у православных это ересь. Какой избран? Ты за кого себя выдаешь? Не я выдаю. Бог меня сделал таким. Сколько у меня было товарищей. Я сразу же написал письма. Примерно 32 ребята в армии служили вместе. Ни одного ответа нет. С кем-то там был близок. Очень даже обедали вместе. Им написал. Ну, развратным женщинам не писал. Я с ними не был. Я женщинам всем благодарен и в досталь. Вот как Бог показывает. Господь влил мне все это. Что самое для меня такое непонятное даже по сегодняшний день. Я не знал Златоуста. Не считал. Ну, когда уже 3,5 месяца прошло. Я уже на капельре стоял. У 50-тиков баптисты. Я уже говорил Слово Божие. Будущее православным они знали. Я ни дня не был сектантом. Нигде. Почему? Все другое. Но я когда стал считать Златоуста. Я говорил это. Как я мог это все знать? Оно все пришло. И когда молились. Я говорю. Веры у меня не хватает. Господи, дай веру. Вот как вот пойдет веру, 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 веру. Вот так вот по комнате. Никто не слышит. Я это слышу. Не этими ушами. На корабле работал. У меня 100% здоровье. На корабле хиликов нету. Там делать нечего. Ты все должен знать и уметь и в барокамере отсидеться. Я в подводном флоте записан был еще. Так вот об этом говорим мы, испытавшим. Вот как шел. Однажды я иду с университета. Алтайский государственный технический университет. Чтобы не зайти за 20 минут. Покажи мне сколько минут осталось. И он говорит. Вот сегодня я поверил. А мне конечно идет. Давай двое идем по улице. И мне приятно. Я говорю. Какое слово вас коснулось? А вот все, что вы говорили. И все. Я говорю. А как вы поверили? Кто Христос? Я поверил, что я был верующим, а стал неверующим. Я тебя считал верующим. Меня как говорится тюкнул. Как? Я понял, что я совершенно погибший грешник. Думаю, первую ступеньку затащил я его. А я-то подумал, что он обратился к Богу. И теперь еще одна душа к Богу пойдет спасенная. И вот теперь избранный. Много званых. Это кому свидетельство? Избранный. Они входят в это русло. В это русло. Сразу он избранный. Меня избрал Бог. Теперь мне это не нужно. Я иду туда. Что меня интересовало, любил? Я очень любил иностранные языки изучать. Представь, я никогда не знал. В школе иностранного языка не было. И вдруг я заговорил на немецком языке через полгода. И выступаю у них в собрании. Потом говорю. Английский за 4 месяца. А я понял, что мне это не надо. Я все связал. 60 лет где-то в подполе лежит. Почему? Мне надо знать Библию. И вдруг дал Бог любовь к Библии. Я не знаю про всех, но с кем встречался, никто так рассказать не может. А сколько времени? Ну, не меньше 10 часов. Почему? Потому что я сокращал, сокращал и сокращал дни. И дни эти настолько сократил, что два с половиной часа на сон уходило. А работа на физической работе. Тачки с бетоном возить на второй этаж, там, ну, все такое тяжелое. И Бог это дал. И по тем деньгам у меня уходило на месяц 9 рублей 80 копеек. Но иногда больше 11 рублей. Кирпич хлеба стоил 16 копеек. Ну, чтобы понять было, как это. А вот так Бог сокращает. Это не то, что Русик там живет, или я себя не сокращаю, я должен в силе быть. Я к нему попутно возвращаюсь. Да принять-то можно, если пожелаете, но с суровым наказанием. Дай, напиши, крупно напиши, не посты буквами, печатными буквами. Жирно напиши, что я все исполняю ни с звука, ни в писанном виде, никак. И возникать не буду. И прошу прощения, кого поносил. Вот, скажи, тогда ты будешь принятый. Но второе, третье предупреждение уже прошло. И он все показывает, где он. Где он, чтобы его даже жена восхищалась, как он такой будет жить. Не будет тебе этого. Тебе именно такая нужна, как ты, как вот эта Гришина, Элина. Она тебе будет вставлять, у кого больше демонов. Вот, как я узнаю по этому? По слову Божию. С верой, с глубокой в этом. А если кто не так проповедует, анафима, херем, проклятие. Почему, которое на Украине война, я говорю, для вас главное. Иеремия 48, 10. Кто, что, как. Все. Неправильно где-то проповедуют. Слово Божие портят. Проклят. И меч Господень, кого удержит от крови. Нельзя молиться о мире. А когда будет воля твоя. Я рвался прямо туда, чтобы с Лонгином быть и рядом молиться. А еще я поступал такой. Бог дал мне великий дар миротворчества. Но не только это. Мне Бог дал один дар такой, который проверить можете себя. Где бы я ни был, для них запах живительный на жизнь, других смертоносый на смерть. Где бы он ни шатался. Он обязательно рвется на меня. А вот этот, который выходил, вы видели его тут? Выступал. Мужчина-то. На днях совсем. Ну, я не на него всех. Как они могли узнать про него, не могу понять. И я где бы не был. За рубежом где-то здесь. Самые три человека и триста знают. Третий сразу вперед вылазит. Их кидает на меня какая-то сила. Почему? Бог укрепил. Сила есть. И вот это, что я их запах смертоносный. Они через меня узнают, кто они, какие они изберги, какие они кровожадные. Вот это. Почему? Им дано только одно право. Плести венец. 5.12. Евангелие от Матфея. Когда будут поносить вас, радуйтесь. Велика ваша награда на небесах. Ктогнали и пророков бывших прежних. Меня Бог записал туда. И все это идет. Аминь. Аминь. Спасибо, Христов. Благодарю, брат. Встретились еще. Для меня это очень полезная встреча. Этот, который был, то он вас там подцепил. Егор, ты где? Давай, да не каньяном будет служить. Я Богу служу. Не отвечать ему нигде. Сказать, чтобы никто не отвечал, кроме Николая Астахова. Одному дать отверстие. И все. Он мне даже вчера названивал. Я даже не брал труб. Сразу черный список, и чтобы духу не было его. Что туда он будет идти. Ну, указать перед этим. Один раз скиньте. Николай Астахов. Его данные. И туда. Он пошел там старообрядцем где-то. А Николай спрашивает, стоит ли Корнили и с секретарем остались связи. Обязательно, говорю, немедленно сделать. А то в Оренбурге они старообрядцы, но они православные. А он там будет опять химичить. Он одержимый. Одержимый. Я убеждаюсь на этом, что на 99,9. Сам он не попросит никогда. А почему проклятие такое? С матерью обращался как? И матерь на проклятие давляет над ним. Все. Все. С Богом. На молитву. Да, я знаю. Я сейчас присоединюсь к вам. Иду. Иду к вам. С Богом.